Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о перспективах развития региональной экономики. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Болеслав Казимирович Перштук, заместитель председателя Гомельского облсполкома, родился в 1959 году в Брестской области. В 1981 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности тепловые и электрические станции. В 1993 году Академия управления при Совете министров Республики Беларусь по специальности экономика и управления производством. Трудовой путь начинал инженером на Светлогорской теплоэлектроцентрали. В 1990 году назначен на должность первого заместителя председателя исполнительного комитета Светлогорского городского совета народных депутатов. В 1997 году возглавил Светлогорский горосполком. Удостоен звания почетный гражданин Светлогорска. В 2007 году занял должность заместителя председателя Гомельского облсполкома. Сфера компетенции, вопросы экономики, внешнеэкономической и банковской деятельности. В 2016 году избран депутатом Палаты представителя Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва от Реческого избирательного округа номер 44. Свои вопросы Болеславу Перштугу прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Болеслав Казимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Болеслав Казимирович, в системе исполнительной власти вы работали более 25 лет. Что считаете своим главным достижением за это время? Вы знаете, сложно теперь выделить, наверное, главные достижения. Действительно, так быстро пролетело время. Буквально сюжет этот увидев, вспоминаются те первые шаги на госслужбе. И я должен сказать, наверное, самое главное, что я хотел бы выделить за весь этот длинный промежуток, мне очень повезло с руководителями и с той командой, с которой я работал. Как в Светлогорске длительный период, как в Гомеле, у меня всегда были хорошие учителя, хорошие наставники и хорошая команда, с которой было очень комфортно. Я имею в виду как команду управленцев в органах власти в исполкоме, так и команду директорского корпуса. Я считаю, что это залог успеха. Перечислять какие-то успехи, точечные примеры, их, конечно, очень много. Я думаю, что в рамках нашей программы мы просто их не успеем даже осветить. Но есть наверняка какие-то проекты, которые вы вынашивали, за которые вы переживали, которых вы думали, болели и все удалось. Есть ли вот именно такие? Знаете, вот по периоду работы на Светлогорске я должен сказать, что теперь, особенно когда я уже могу масштабами области оценивать, пройдя на этап, к чести нашей команды, я еще раз хочу делать упор все-таки на команду, я должен сказать, что ни одно предприятие с 2000-х годов не закрылось в этот период. Мы практически все сохранили. Да, были там потери в численном составе, но к чести вот этой команды, управленцев, в том числе хозяйствующих субъектов и руководителей, все предприятия функционируют в настоящий момент. Я считаю, что период таких вот переломных реформ и вообще таких нестабильных ситуаций, это очень важно. Безусловно, нам удалось многие вопросы решать. Вот еще по Светлогорской территории мы решили целый блок социальных проблем, там с качеством воды, там очистных сооружений, социальных каких-то объектов. Мы очень много проектов реализовали на крупных промышленных предприятиях, как на химволок, на СКК и так далее. В области работы уже практически то же время незаметно пролетает 9 лет. И я должен сказать, что много очень хороших ярких примеров есть. Ну, хотя бы скажу о том, что Гомельская область в промышленности за последнюю пятилетку стабильно выдерживает первое место. Мы реализовали целый ряд проектов, я полагаю, мы потом поговорим о них еще более подробно, которые, безусловно, заложили хороший фундамент на будущие периоды. И Гомельщина по праву считается такой промышленно-индустриальной, по сути, губернией, которая значительно опережает всех конкурентов, в том числе славный город Минск, который всегда был впереди нас. И вот до последнего периода, до последней пятилетки практически он был, по сути, единственным лидером. Сегодня мы успешно вот этот рубеж прошли, мы преодолели его. И вот мы заняли эту лидирующую позицию. Я считаю, что это очень важно показать. Считаете ли вы себя удачливым человеком? Ну, знаете, я далек от мысли, что надо какие-то там подводить итоги или давать себе оценку. Я считаю, что мне по жизни, вот еще раз повторюсь, наверное, везло. И я удовлетворен своим результатом во всех сферах своей деятельности. И считаю, что если позитивно относиться к жизни, к окружающим, то успех непременно придет. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение в этом году баллотироваться в парламент? Ну, здесь несколько причин. Я, может быть, буквально одну акцентирую внимание на одной из них. Ну, во-первых, я длительное время работаю уже в роли заместителя председателя. И, безусловно, знаю достаточно, на мой взгляд, неплохо вопросы или проблемные вопросы, которые касательно территории. Я вижу целый ряд тоже проблемных таких вопросов, которые требуют урегулирования на законодательном уровне. Безусловно, мне бы хотелось быть полезным там, чтобы, как говорят, от земли были люди, которые могли бы реально принимать участие в формировании законодательной базы. Очень важно, какие условия мы создаем. Так как я баллотируюсь по Реческому региону, конечно, мне бы хотелось, чтобы мое влияние было не только на формирование законодательной базы, но, конечно, хотелось бы помочь региону Реческому. Прежде всего, в создании новых рабочих мест, новых производств. И я вижу в этом тоже цель. Поэтому я считаю, что надо применять свой потенциал в тех направлениях, в которых ты можешь быть полезным. Вот в данном случае в качестве депутата парламента. Спасибо. Какие вопросы в первую очередь необходимо рассмотреть новому парламенту? Мы поинтересовались мнением гомельчан. Как пенсионерка считаю, что много надо работать по социальным проблемам. Защищенности пенсионеров, людей пенсионного возраста. Вот таким образом. А конкретизировать можете? Ну, пенсии небольшие у бюджетников. Вот врачи, учителя, те, кто работал в бюджетной сфере, получают достаточно незначительную пенсию. Поэтому надо, наверное, что-то предпринимать все-таки. Цены ведь растут. Я уже не работаю, поэтому сказать, как я в первую очередь, не могу. Закон о ЖКХ по оплате коммунального. Знаю, какие проблемы актуальные, я не буду об этом говорить. Ой, по-моему, ЖКХ, как и везде. Надо поработать. Ремонты старых домов. А так, в принципе, не знаю. Те вопросы остались еще не решенные. Пусть решают. Пенсии у нас маленькие. Я на пенсии, вот маленькая, пенсию учу. Муж больной, инвалид, после инсульта. Знаете, сколько на лекарства нужно денег? На этот вопрос я вам как раз не отвечу. Это меньше всего меня волнует, честно вам говорю. В первую очередь, конечно, пенсионное обеспечение. Обязательно. Потом, конечно, меня, вот как рядового обывателя, очень волнует наш рынок вакансий. Ладно, я уже человек на пенсии. Дети, внуки, где будут работать? Вот это, конечно, очень тревожный вопрос, правда. Работать молодежи негде. Пять университетов в Гомеле, работы нет. Первыми, какие вопросы? Ну, я думаю, повышение уровня жизни белорусов, особенно бюджетников, поскольку я представитель бюджетной сферы, поэтому очень бы. Сейчас осень идет, зима, опять отопление включает, ЖКХ. Платы очень много потянет оплата, поэтому это главный вопрос, я думаю, который интересует бюджетников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И финансово-хозяйственное, конечно, это уровень благосостояния наших людей. А в данном случае это заработная плата, пенсии, пособия и так далее. Поэтому, конечно, я лично убежден, что нам надо максимально быстро и оперативно принять меры для того, чтобы реальный сектор работал более эффективно. Как бы мы не рассуждали о пенсиях, о пособиях, о рабочих местах даже, если экономика будет буксовать, у нас эти проблемы неизбежно будут. Поэтому надо, безусловно, повысить эффективность работы наших субъектов хозяйствования и не только реального сектора государственного, который у нас в основном преобладает. Я очень оптимистично смотрю на развитие частного бизнеса, считаю, что он обязан просто прибавить в ближайшее время и занять более такую уверенную нишу в экономике. И, конечно, создать рабочие места дополнительные, да, для того, чтобы люди могли зарабатывать, именно зарабатывать, подчеркиваю. И вот на это надо направить усилия депутатскому корпусу, чтобы создать хорошие условия. Ну, понятно, в условиях кризиса есть определенные системные проблемы, поэтому это надо объективно учитывать, поэтому все трудности, как раз в том числе и законодательного творчества, связаны в том числе со спецификой внешних факторов. И это надо, безусловно, учитывать при вот этой напряженной работе. Поэтому я уверен, что надо максимально плотно поработать в сфере экономики и в создании условий для реального сектора и для создания рабочих мест. В Реческом округе, помимо озвученного вами предложения о том, что необходимо создавать новые рабочие места, есть ли какие-то специфические для этой территории проблемы, которые нуждаются в разрешении в ближайшее время на вас? Реческий регион, он действительно достаточно специфичен. И вот когда я готовился и когда встречался с коллективами, очень много в процессе предвыборной кампании нашей, очень много предприятий закрылось. Начиная там с 2000 года, еще даже чуть раньше отдельнее, порядка 20 субъектов прекратили свою работу. Поэтому для Реческого региона самая главная проблема – это, безусловно, создание рабочих мест. Кое-что предпринято, в том числе, и мы эту тему видели раньше, в том числе области область полкома. Мы вот буквально штрихом, я назову несколько таких крупных, на мой взгляд, проектов. Реческий метизм, например, хорошо модернизировался за это время. Деревообрабатывающий, реческо-древ, абсолютно новые, практически две новые линии, ДСП и фанеры, немецкое производство, на настоящий момент выходит на полную проектную мощность. Я просто уверен, что в 2017 году он прибавит очень сильно. Вымельдрев построил новое МДФ производство и создал новые рабочие места. Это тоже хорошая прибавка. Нефтяники очень сильно прибавляют. Нефтяники традиционно там сильные. И вот будет там построена фотоэлектрическая станция в начале года, 17-го уже, самая крупная в республике, 55 мегаватт. Это тоже новые рабочие места, новые мощности, новое обслуживание. Неплохо развивается малый бизнес. Сельское хозяйство прибавляет, и вот комплекс животноводческий новый построили. Но все равно этого мало. Поэтому и в Реческом регионе, и я, в принципе, в своей программе это учитывал, мы должны поработать над тем, чтобы пришел инвестор, чтобы мы прибавили прежде всего за счет работы малого и среднего бизнеса. Есть где предложиться, и там есть, безусловно, очень много проблем. Проблемы примерно такие же, как и в целом, вот и здесь звучали. Прежде всего рабочие места. Прежде всего рабочие места. И, конечно, каждый гражданин должен быть уверен, что он имеет твердый доход. Источник дорогой планы. Да, на самом деле, в любом округе люди хотят одного и того же. Люди хотят повышения своего благосостояния, стабильности. Все это возможно, как вы уже сказали, только при эффективной работе реального сектора экономики. Но та картина, которая складывается сегодня в Гомельской области по итогам 9 месяцев, она дает основания для того, чтобы делать оптимистичные прогнозы? Я бы не делал упор на 9 месяцев, потому что вообще экономика, как и производство, это такой длительный, непрерывный процесс. Поэтому есть периоды спада. Это как, знаете, как и в жизни бывает. Есть подъем. Я бы взял, наверное, больше критерий всю пятилетку прошлую и пятилетку, как бы нынешнюю, какие мы задачи ставим на 16-20-е годы. Не очень удачно мы заканчиваем 9 месяцев. Да, еще нет официальных данных полных, но мы не лучшие. Мы по многим показателям где-то даже утратили свои позиции, прежде всего таким, как валовый оригинальный продукт, как объем машинного производства. Но мы специфичная очень область. Но это темпы. Мы говорим, в данном случае, о темпах. Но темпы – это, знаете, такой косвенный очень показатель. Но если говорить об объемных показателях, например, объем производства, или валовая добавлена стоимость в целом на население наше, или на одного работающего, то мы твердо занимаем первое место в нашей республике. Мы достаточно сильно имеем сильный потенциал по инвестициям. По заработной плате мы традиционно после минских двух регионов идем на третьем месте. Поэтому в целом, еще раз говорю, в абсолютных цифрах, мы достаточно уверенно находимся не ниже третьего места. Почему мы имеем вот пока более низкие показатели по 9 месяцам? Ну, прежде всего, это связано с работой нефтяного комплекса. Наверняка все наши телезрители знают, что у нас есть определенные проблемы с Российской Федерацией по поставкам сырой нефти на наши нефтепоработающие заводы. Поэтому мы имеем сегодня такую проблему. Поэтому спад мы допустили. Это самый крупный у нас участник промышленного производства. Есть определенные у нас проблемы на металлургическом заводе. Хотя предприятие очень мощно модернизировано, очень современное. Практически все продает. У него на складе нет продукции. Даже продает по предоплате. Но мировые цены и в этом году в том числе упали на 25%. В прошлом году на 28%. То есть, как говорят экономика или рынок внешний, как говорят экономисты, просел очень серьезно. И мы, производя ту же продукцию, как и в прошлые годы, выручку получаем на 30% меньше. Валютную выручку прежде всего. Благодаря таким крупным прежде всего. Я должен сказать, что подавляющее большинство предприятий наших работают стабильно, устойчиво. Я уверен, что начиная с 2017 года мы войдем в нормальную снова динамику роста. Что дает вам основания для того, чтобы это предполагать? Потому что мировые цены, наверное, и насыщенность рынка не то, что быстро меняется. Дает основания, знаете, что, конечно, надеяться на пустых убеждениях было бы неправильно. Мы сделали достаточно хороший задел и достаточно много новых производств запустили. Ну, как запустили? Есть определенный период выхода на полную проектную мощность, поэтому мы их завершили строительством, мы их приняли в эксплуатацию, но мы их только-только начали раскручивать. Поэтому мы должны в 2017 году прибавить на таких предприятиях, как я уже говорил, деревообработка. Мы наверняка в 2017 году введем два очень мощных проекта с помощью китайских кредитных линий. У нас в Светлогорске очень крупный завод, в Добруше появляется завод. Это огромное количество новых рабочих мест, это абсолютно новая продукция, с хорошей добавленной стоимостью будет. Я уверен, что она тоже сработает. Мы проводим большую работу на гумель стеклом, и мы должны завершить несколько таких небольших проектов, когда выйдем на специфичные виды производства стекла. И не только будем, ну, как грубо говоря, сырое стекло, флат, делать, а мы будем делать зеркальное, будем теплоотражающее, или сохраняющее, как бы делать, да, специфичные виды, которые имеют высокую добавленную стоимость, и которые, конечно, резко поправят экономику данных производств. Мы на Мозырском НПЗ заканчиваем очень хороший проект, повышаем глубину переработки нефти до 90%, это лучший показатель мировой практически будет. Отходов будет меньше, экономика будет больше. Одним словом, у нас есть твердая убежденность, что мы обязаны просто прибавить. У нас есть оценки, не наши оценки, Международного валютного фонда, в том числе, что экономика в следующем году на постсоветском пространстве должна вырасти где-то немного, на 1,5-1,3%, но это уже рост, это не падение минус 4,5%. Поэтому мы солидарны с этими специалистами и экспертами, что у нас есть основания немного прибавить, хотя бы где-то на уровне 1,5%. Но это уже будет, я считаю, победа. И дальше мы должны из кризиса плавно выходить. Ну, есть еще такая глобальная, безусловно, проблема, в том числе она для нас характерна, для области, как и для республики в целом. Нам надо уходить активнее из российского рынка. Мы привязаны к одному российскому рынку, и любые перепады там, а мы видели, когда валюта, по сути, обесценилась в два раза российской, мы тоже потеряли ровно столько же, тут же мгновенно, практически продавая за те же российские рубли, в тех же объемах, мы получаем выручку, эквиваленте долларом в два раза меньше. Конечно, экономика просела. Ну, вряд ли мы найдем один такой рынок, равный тому, который был у нас в России, но можно, наверное, раздробить эту долю. Один рынок мы никогда такой не найдем, это просто невозможно и не бывает, но надо постепенно раздробить. Так вот, где вы видите перспективы? Нам надо, безусловно, рассредоточить свои усилия. У нас есть примеры, вот в этом году я, в том числе, был в составе делегации, мы посещали Соединенные Штаты Америки. Звучит-то вроде бы как-то слишком, знаете, пафосно и далеко, как будто... Фантастически. Фантастически практически, но я должен сказать, что уже 7 или, по-моему, даже 8 лет у нас есть представительство БМЗ там, и вот БМЗ 8% собственной продукции продает на американский континент. Как вам эта ситуация? Наш «Спартак», кондитерская фабрика, продает шоколад успешно тоже на американском рынке. Казалось бы, фантастика, но на самом деле даже такой легкий, достаточно дешевый продукт, он успешно проходит. Мы провели переговоры, к нам приедет, кстати, американская делегация к концу года, мы продолжим эти переговоры для того, чтобы продавать туда, собственно, не только на американский рынок, но и на латиноамериканский. Нас больше даже эта территория интересует. В том числе свои комбайны в Аргентину, Бразилию, Мексику, Эквадор там, наверное, чуть-чуть будет получать. Мы хотим нашу продукцию машиностроения поставлять, продукцию пищевых наших предприятий. Есть потребность огромная в мясе, в сухом молоке. Поэтому вопрос, конечно, переговоров, вопрос, безусловно, притирки. Но мы убедились, что по параметру цена-качества мы проходим на этом рынке. Поэтому мы, безусловно, даже на таких рынках будем работать. Мы очень неплохо работаем с казахстанским рынком. Мы обсуждаем сегодня тему восстановления воздушного сообщения, то есть, по сути, реабилитации нашего аэропорта Гомельского. И к нам приходит крупный инвестор, и мы и грузовые перевозки, и пассажирские пытаемся активизировать. Это, на наш взгляд, позволит очень сильно упростить логистику, удешевить. Вопрос же в чем? Цена товара и плюс логистика порой создают условия непроходимости данных видов товара. Мы будем более привлекательны. Поэтому это не просто такие далекие какие-то перспективы. Это цена обсуждений, вопроса буквально уже и о увязке, уже есть реальный субъект, реальное юридическое лицо. И я так полагаю, что в начале 2017 года мы вот этот проект уже должны реализовать. Упрощение транспортной логистики. Это нам откроет огромные возможности в расширении наших рынков. Нельзя продавать мясо и молоко только через Москву, через Центр. Дальше там, понятно, коммерческие структуры прилипают, и они эту дельту все снимают. И эффективность наших производств в Рейско-Садице. Нам нужны прямые покупатели. Мы будем прямым поставщиком, без всяких прокладок этих. И, безусловно, мы рассчитываем на более высокую эффективность. Мы построили очень много перерабатывающих новых производств, в том числе наши сельхозпроизводства. Например, сырных заводов. Три уже новых есть. Вот четвертый из Светлогорска завершаем в следующем году. И у нас есть, по сути, продукты с большим сроком, длинным сроком реализации. Мы к этому шли пять лет и нарастили достаточно хорошую базу. Уверен, что мы, безусловно, будем уходить. Мы просто обязаны уйти с российского рынка. Вот как металлурги наши работают. 15-17% мы там должны иметь не больше. Все остальное надо сосредоточить, диверсифицировать, как это теперь модно в экономике, по разным регионам. И, конечно, мы много выезжаем, мы изучаем эти рынки, мы ищем себе партнеров. Не везде получается, но мы небольшими, мелкими партиями поставляем продукцию в очень экзотической порой страны. И я считаю, что, будучи за этим, это сложный процесс. Новые рынки осваиваются не быстро. Не год, порой и не два уходят. Особенно в том, что касается пищевой продукции, потому что есть свои традиции, своя кухня. И не думаю, что так быстро люди будут готовы распробовать и принять на свой рынок новый продукт. И столько распробовать, сколько не пускают на рынки. На рынках, новых рынках, очень жесткие правила, очень жесткие квоты, особенно в Евросоюзе. Заметьте, вот те страны постсоциалистические, постсоветские даже, они все получили квоты. Там не поставишь, сколько ты хочешь, и не произведешь, сколько ты хочешь в странах Евросоюза. Все квотируется, все регламентируется, поэтому все поделено, и сказать простым языком. И сегодня подвинуть кого-то крупного, сильного и богатого очень непросто. Но вместе с тем у нас нет другого выхода, как надо бороться, надо шевелить локтями и двигаться на новые рынки. И производить такую продукцию, такого качества, которое бы не вызывало нареканий. В чем мы первые? Так это в привлечении инвестиций. В целом, по стране, по итогам минувшей пятилетки. Лидирует Гомель и как раз-таки Ревический район. Но насколько эти привлеченные инвестиции эффективно работают в нашей экономике, Борислав Казимирович? Ну, вы действительно правильно абсолютно привели эти примеры. У нас самые хорошие темпы, и это очень хороший показатель, потому что инвестиции – это не 7-минутный результат. Инвестиции – это задел на будущие периоды. Поэтому инвестиции, понимаете, многие порой неохотно вкладывают, особенно руководители, которые там уже где-то на финише своей карьеры, потому что они понимают, что эффект инвестиций дают отдельно через 3 года, отдельно через 5 лет. То, что мы имеем сегодня самый высокий темп роста вложений, и не только темп роста, мы абсолютные цифры имеем, самые большие. Это, безусловно, вселяет оптимизм. Мы вот даже буквально недавно сравнивали наши позиции с таким крупным регионом, как Минск. Я думаю, уверен, вернее, что я не сами признаю, что они значительно нам уступают. Я уже приводил ряд наших заводов и производств. Еще раз могу повторить. Вот эти инвестиции, о которых мы говорим, это вложены прежде всего в нефтяную отрасль, в машиностроение, металлообработку, в сельское хозяйство, в деревообработку, в меньшей степени в легкую пищевую промышленность. Но практически мы, а может быть только очень проблемное предприятие, мы не вкладываем. Потому что есть предприятия, которые, на мой взгляд, смысла нет реанимировать в том виде, в каком они сегодня находятся. Потому что часть предприятий должна уйти с этого рынка. Появляется часть новых предприятий. Я бы сказал, вот такой новый сегмент появляется абсолютно. Например, как IT-технологии. Мы ввели, наконец-то, в прошлом году технопарк в полном объеме. Только в этом году мы зарегистрировали 10 IT-компаний наших, местных, гумельских. Это молодые люди, очень талантливые люди, очень способные. Которые, как раз мы говорили о продукции нашей, в реальном секторе, которую можно потрогать и почувствовать. Так вот, эти молодые люди производят такой программный продукт, который легко продают в страны Евросоюза. Вот для нас, для страны это очень важно. Практически не используя сырьевого ресурса, не используя бюджетного ресурса какого-то, да. А используя, по сути, потенциал их собственной, собственной мозги, по сути дела, и талант. Они привозят в страну валюту. Я считаю, вот этот сегмент надо развивать очень сильно. И у нас в Гомельской области много талантливых, хороших программистов. И мы, как бюджет, безусловно, поддерживаем. Вот мы построили цикнопарк, мы создали им хорошие условия, мы им дали льготную аренду плату. Они очень довольны этими условиями. Они достаточно себя неплохо позиционируют и оценивают. И каждый из них, вот то, что он сегодня делает, он считает, что это очень начальная маленькая стадия. Готовы в разы это все увеличить. Поэтому я считаю, что вот те инвестиции, которые мы вложили в прошлую пятилетку, мы, кстати, не планируем останавливаться и в этом году. Вы знаете, наверное, что мы начали разработку месторождения Петрико-Калийных солей. Конечно. И работает крупный инвестор. В данный момент мы работаем с китайскими инвесторами и пытаемся очень мощный такой проект реализовать. В том числе и подвести, по сути, железную дорогу в тот регион. И в том числе возвращаемся к ледческому месторождению. И там очень крупные, по сути дела, инвестиции снова обсуждаем. Достаточно далеко мы уже зашли. И я уверен, что в 2017 году мы выйдем на подписание еще новых договоров. Тем самым сделаем новые заделы для того, чтобы пятилетку в 16-20 мы тоже смогли уверенно, как по инвестициям и так по объемам производства, завершить достойно. Спасибо. До конца этого года в свободной экономической зоне Гомель Ратон планирует начать выпуск продукции еще несколько предприятий. Подробности далее в нашем сюжете. Частное предприятие Мелитекс в свободной экономической зоне Гомель Ратон – резидент Новый. Первую продукцию здесь планируют выпустить в конце 2016-го. Ничего подобного в Беларуси пока нет. Элементы радиочастотной идентификации позволяют вести учет буквально всего. Сегодня подобные изделия в страну возятся исключительно из-за рубежа. Радиочастотная идентификация товаров. Ну не только товаров, оно может использоваться и для идентификации билетов проездных, учет любой документации, в том числе библиотеки, архивы. Все предприятия, у которых есть складской учет, даже склады, логистики и всего прочего, без этих чипов и меток обойтись почти невозможно, потому что вы представьте, сколько это нужно иметь, учетчиков и всего. А так это одним сканером несколько, один человек может пройти, провести учет, инвентаризацию. На предприятиях говорят, что особых проблем при открытии предприятия не возникало. Хотя определенные трудности, связанные с действующим законодательством, все-таки возникли. Зарегистрировавшись в ноябре прошлого года, Мелитекс приступил к строительным работам и установке оборудования только в апреле 2016-го. Более продолжительные сроки подготовительных работ для бизнеса – прямые убытки. Весь строительный процесс носит разрешительный характер. После решения горосполкома на производство, на проектирование и производство, ну, все равно каждая организация, которая участвует в контроле, учете всего, требует, ну, разрешительный характер носит. Вот если бы он носил уведомительный характер с соблюдением всего законодательства, было бы, конечно, гораздо проще. И быстрее это. То есть, ну, владелец, соблюдая законодательство, уведомлял соответствующие инстанции о своих действиях в рамках законодательства. А не носил какой бы характер. Жди, направь письмо, дайте разрешение, получи это разрешение. Ну, везде это время занимает, естественно. Значит, должен кто-то выехать, что-то смотреть. Хотя сегодня на предприятии у нас есть, как положено, и технадзор, и руководитель проекта, который ведет эти работы, который старается, обязан соблюдать законодательство, но все равно надо получать разрешение все. Об этой проблеме сегодня говорят на многих предприятиях, начинающих свою деятельность. Зато среди очевидных плюсов наличие профессиональных кадров. В обществе с ограниченной ответственностью гидросила «Белар» первую продукцию гидравлическое оборудование планируют выпустить уже в этом году. Оборудование самое современное, иначе просто нельзя. Чем быстрее и чем точнее обработка, тем качественнее и, соответственно, конкурентноспособнее изделие. Для работы на таком оборудовании необходима соответствующая квалификация. И в Гобеле проблем с набором специалистов не возникло. Еще один плюс, который называют резиденты свободной экономической зоны, логическая составляющая и наличие рынков сбыта. Собственные рынки сбыта. И есть еще проекты работы на рынок дальнего зарубежья. Поэтому было принято решение о строительстве, о организации производства на территории Республики Беларусь. Первое – это, конечно, логистическая составляющая, которая здесь достаточно хорошая. И как в сторону России, так и в сторону дальнего зарубежья. А потребители на территории дальнего зарубежья мы на сегодняшний день наработаем. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей передачи – заместитель председателя Гомельского облсполкома Болеслав Перштук. Болеслав Казимирович, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. У меня вопрос к вашему герою вашей программы. Пожалуйста. Что он лично сделал для защиты конституционных прав какого-то конкретного родового гражданина? Такой не очень конкретный вопрос. Болеслав Казимирович. Ну, знаете, вопрос, конечно, действительно, достаточно специфичный. Вообще-то, мои должностные обязанности немножко другого профиля. Гарантом конституционных прав гражданина является в стране. Понятно, мы знаем, кто целый институт создан. Есть конституция, которая определяет порядок. Я должен сказать, что мой принцип жизненный и служебный совпадает. Если я как гражданин или как чиновник могу помочь человеку рядовому, не важно, по какому вопросу он обращается, моей компетенции нет. Я, конечно, занимаю сторону всегда гражданина и стараюсь, чего бы то ни стоило найти положительное решение. Рассуждать тогда это в крупном масштабе, кто там не может воспользоваться конституционным правом, я таких примеров не знаю. Ко мне люди с такими вопросами никогда не обращались. Я так полагаю, что у нас на Гомельщине нет оснований говорить, что гражданин не может воспользоваться конституционным правом. Я полагаю, все могут реализовать свое право. Но если возникают коллизии, спорные ситуации, где бывают, понятно, несоответственные интересы гражданина и власти, например, или субъектов хозяйствования, таких примеров много. Особенно теперь, когда возникли проблемы с рабочими местами, с увольнениями, с контрактной системой и так далее. Мы стараемся всегда внимательно. Я, прежде всего, так как вопрос мне конкретно адресован. И, безусловно, мы, не доводя дело до судов, стараемся занять позицию гражданина. И когда речь идет о спорах между администрацией предприятия и гражданином, если это объективно, мы помогаем гражданину. Но есть, совершенно разные примеры, когда гражданин тоже ведет себя не совсем по-государственному. Поэтому занять позицию такого гражданина, безусловно, я не могу. Я бы пока так, наверное, ограничился комментарием. Спасибо, Борислав Казимирович. Я хотела бы обсудить увиденное в сюжете. На ваш взгляд, трудности, которые были озвучены, они объективны? Сегодня действительно есть потребность в том, чтобы административные процедуры определенным образом упрощать. Или они и так достаточно простые? Вот какую позицию здесь вы занимаете? Знаете, понятно, трудности, безусловно, объективны. И те примеры, которые приводили наши субъекты, и руководители, которые с этим столкнулись, безусловно, они существуют. Есть целая система упрощения административных процедур, есть целая команда созданного правительства, которое этим занимается. Конечно, я готов согласиться и, наверное, соглашусь с тем, что у нас загроможденное слишком законодательство, перегруженное, да. И вот, как там говорил один из участников, по сути, интервью, заявительный принцип, да, наши братья-россияне, прежде всего, применяют. У нас много, пока, к сожалению, много разных согласований, разрешений, и потом много достаточно контролирующих еще таких разных мероприятий. Ну, например, вот в Российской Федерации, если субъект, вот так, как наши коллеги там называли, вводит какое-то новое производство, и он получает лицензию на данный вид товара или деятельности, то по законодательству в течение трех лет к нему никто не имеет права обращаться, ни один из контролирующих органов. Мы тоже, как вас, считаем, что было бы неплохо, так как мы находимся в едином государстве, вот эту практику распространить на все это наше пространство. Нет необходимости ходить там по 13-15 раз на предприятии, помогать им там какие-то отдельные моментики поправлять. Но я должен сказать, что мы совершенствуем законодательство. Конечно, предела совершенствов нет. И там, где возникают такие спорные ситуации, в том числе субъектов малого бизнеса или крупного бизнеса, мы стараемся эту ситуацию разруливать, и практически тупиковых таких моментов нет. Вот был инвестор один, в том числе из Украины, я, насколько помню, который гидравликой занимается. Мы много раз общаемся с ними, спрашиваем, есть ли вопросы какие-то, нужна ли помощь нашей администрации, городские администрации помогают. В целом мы эту ситуацию разруливаем, но я согласен абсолютно с теми респондентами, которые выступали, что, конечно, у нас вот таких ограничений, такой бумажной бюрократии достаточно еще много. Наверняка можно было бы это упростить, мы эти предложения постоянно вносим, но пока разрулить ее до конца не удалось. Поэтому вот это одна из задач, в том числе моей уже в новом качестве, наверное, будет максимально в хорошем смысле лоббировать законодательство, что оно было простым, понятным и удобным для работы. Развитие частной инициативы, такой один из локомотивов, из движущих сил развития экономики в целом, и плюс это обеспечение новых рабочих мест, в которых действительно сейчас мы остро нуждаемся. На ваш взгляд, нужны ли изменения этой сфере и какие? Я абсолютно согласен о том, что потенциал частной инициативы и частного бизнеса огромен. Мы его используем пока недостаточно, но при этом хочу сказать, что структура нашей экономики такова, что примерно 70%, даже не условно, а по факту, является государственной формой собственности. на фоне наших соседей даже, наших соседей по нашему союзному государству, мы имеем самую высокую долю государственной собственности. Хорошо или плохо? С точки зрения управления? Хорошо. С точки зрения сохранения кондиции и позиций? Хорошо. С точки зрения роста, и вот в том числе и тех моментов, в которых выступали представители бизнеса, конечно, я считаю, что мы очень прилично сдерживаем темпы вот этого роста. Вместе с тем, у нас тоже есть подвижки. Мы за последнюю пятилетку продвинулись неплохо. У нас поступление в бюджет, например, такой параметр очень, на мой взгляд, ну, понятный всем, как бы, да, кто сколько вкладывает в копилку. Так вот, за прошлую пятилетку субъекты малого бизнеса, если в копилку, 23% от общей суммы бюджета. Согласитесь, это немалый показатель. Это при том, что у нас такие крупные гиганты, промышленности есть. Это, если в живых деньгах там, то это 4 миллиарда там получилось у нас по прошлому году в этих деньгах уже. Это очень приличная сумма. И мы на этот год поставили задачу, по сути дела, увеличить, на эту пятилетку вернее, до 28-29%. Но я еще раз говорю, на фоне больших крупных гигантов это крайне сложно. Почему малый бизнес еще хорош? Потому что малый бизнес очень гибко подстраивается к ситуациям, в которых мы находимся в экономике. Он быстро находит ниши, в свободные места, и он их быстро занимает. Крупным предприятиям нам порядок сложнее. Поэтому, безусловно, мы будем поддерживать. Мы и сегодня поддерживаем. Есть масса примеров хороших частных бизнесов. Вот у нас польский капитал пришел, очень хороший в Гомель, Ком-40, такое предприятие. Мы будем производить мебель. Я вот назову такую цифру, чтобы она была понятна. Мы, наверное, буквально в следующем году освоим производство. В день мы будем примерно делать 130 фур готовой продукции. Представляете, в день от данного предприятия будет уходить 130 машин. И будут уходить практически все в Европу. И это вполне реально. Мы в этом году запускаем первый этап, в следующем запускаем второй, где уже будем иметь реальные изделия. И я считаю, что будущее, конечно, в нашей экономике, прежде всего, в том, чтобы мы сегмент частного бизнеса должны расширять, а государственный при этом должен сужаться. И тогда будет успех гарантирован. Опять же, как мы говорили, и в рынках быта, как и в собственности, надо дать возможность раскрыть свой потенциал. У нас есть примеры в сельском хозяйстве хорошие. Когда приходит фермер, когда приходит предприятие, вот Будда Кошелева есть такой ваховяк, очень эффективно работает. Очень высокая добавлена стоимость, очень высокая выручка, очень высокие зарплаты люди имеют. Я считаю, это очень хорошие примеры. И это при том законодательство, которое сегодня действует, которое якобы сдерживает. И они имеют такие показатели. А если мы еще упросим законодательство, наши успехи будут более весомыми. На ваш взгляд, какие ниши еще являются недостаточно заполненными вот именно в этой сфере, на что бы вы рекомендовали обратить внимание, что сегодня перспективно? Ну, знаете, бизнесу рекомендовать вообще не надо, потому что бизнес – это такая мощная и сильная и умная прослойка, потому что бизнес думает за себя сам, как бы, да? Сам рискует, сам несет ответственность. Поэтому я вообще-то против того, чтобы бизнесу советовать. Есть примеры. Опять же, не надо ничего изобретать. Есть хороший пример. Мне, например, очень импонируют те реформы, которые провела Польша за последних 15 лет. А мы помним лет как раз 10, не 10, а 15-20 тому назад, когда наши белорусы возили товар в Польшу. И мы пытались удивлять поляков, да? И посмотрите, последних десяток лет, какие там изменения произошли. Только благодаря тому, что очень мощно развился малый и средний бизнес. Надо посмотреть, какие виды товара, продукты они там внедряли. И услуг, и ничего не надо изобретать, надо нарушать свой рынок. Он еще не до конца заполнен. У нас очень много импорта приходит к нам. Товара, который мы сами спокойно могли бы производить и тем самым вытеснить импорт, да? Тем самым сохранить для страны валюту, заработать валюту и получить качественный продукт. Нам нужен хороший, сильный бизнес, который был бы устойчив в этих условиях переходной экономики и который смог бы создавать в том числе и рабочие места и зарабатывать хорошие деньги. Есть масса примеров, когда бизнес, причем официально, показывает декларации с очень хорошими доходами. Это еще раз подчеркивает, невзирая на эти трудности наши, такого организационного плана, условия для работы все-таки есть. Надо упираться, надо работать более эффективно и результат, безусловно, придет. Борислав Казимирович, вы против того, чтобы советовать что-то бизнесу, а чтобы вы могли посоветовать нашим телезрителям, которые, может быть, не столь сильны в экономических вопросах, которые не совсем понимают, почему не могут так повышаться у них пенсии, как бы им хотелось, или почему они именно столько платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства? Знаете, посоветовать, конечно, проще, наверное, советовать, вернее, всегда проще, да. Я, прежде чем посоветую, можно еще одну вот такую маленькую ремарку приведу. Вот посмотрите, что происходит вообще в экономике наших соседей, мы, понятно, Республика Беларусь бедна ресурсами, у нас нет золотых запасов больших, у нас нет подушки безопасности, но рядом с нами большая, мощная, богатая Российская Федерация. Смотрите, что произошло в Российской Федерации? Реально, рубль девальвировался в два раза с лишним, она потянула нас за собой. Вопрос, почему она с такой мощной подкладкой не смогла устоять в этих условиях кризиса? То есть есть некие макроусловия, которые даже такие мощные страны выдержать не могут. Поэтому я уверен, что нашим жителям, телезрителям надо набраться терпения, кризис заканчивается, и после кризиса наступает подъем. Это известная формула развития экономики, как развитие вообще в целом цивилизации. По моим прогнозам, 17-й год будет лучше. Я, конечно, далек от мысли, что мы будем тут астрологию какую-то применять. Мы, конечно, будем базироваться и отталкиваться от реальной экономики, от реального сектора, уверен, что 17-й год будет лучше. И надо набраться терпения, и все у нас будет неплохо. Мы трудолюбивые люди, мы можем работать лучше, но рассчитывать на кого-то нельзя, надо рассчитывать на себя. Только на себя. Только на себя любимого, да. Спасибо огромное за столь конструктивный, информативный сегодняшний диалог. Я желаю вам успеха на вашем новом помощи. Спасибо вам, спасибо телезрителям нашим. Я уверен, что все у нас получится. Всего доброго. Заместитель председателя Гомельского облсполкома Болеслав Перштуг был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин